Всем привет! Меня зовут Влад Филатов и я вам в этот раз покажу очередной монитор. Да, они сейчас выходят достаточно активно, все дико интересные и компания BenQ предложила мне вот такую вот штуку на обзор. На самом деле отказаться не смог по одной простой причине. Это по-настоящему народная серия мониторов. Называется эта штука BenQ GW2870H и это топовая моделька на 28 дюймов, что и понятно из названия. Но самый важный, наверное, главный акцент, чтобы заинтересовать вас смотреть этот обзор дальше, а то вы скажете опять что-то там про монитор наговорить и неинтересно. Эта штука стоит 15-16 тысяч рублей в рознице. Вдумайтесь, 28 дюймов, Full HD матрица, при этом достаточно интересная в плане технологии. Здесь у нас VA, который добавляет контрастности, яркости, сочности. В общем, чтобы картинка действительно выглядела невероятной. И выглядит она невероятно. Ну, конечно, камера на все 100% передать этого не может, но вы должны понимать, что даже вот такие вот какие-то моменты с подключенной PlayStation 4 выглядят шикарно. Я специально выбрал картиночку, которая так или иначе более контрастная. Ну, не картиночку, а игрушечку. Да, у нас здесь Last of Us на PlayStation 4, обновленная версия. И она замечательно отражает то, насколько четко здесь отрисовывается каждый из элементов. Что касается контрастности, то статичная контрастность здесь шикарная. 3000 к одному. Динамичная контрастность 20 миллионов к одному. Угол обзора, вот сейчас специально на него смотрю, на угол обзора 178 градусов, что тоже скорее относится к топовому сегменту мониторов. Где подвох, спросите вы? Ну, подвох на самом деле в мелочах. Со стороны дизайна, кстати, тоже все очень прикольно. Здесь шикарная вот эта вот ножечка. Она красивая, выполненная скорее под дерево, но, естественно, это пластик. Плюс у нас есть некоторые такие глянцевые вставки, которые дополняют, они небольшие, дополняют все это дело по полной программе. Мне очень понравилось крепление. Оно простое. К нижней части мы вворачиваем болтом, а в монитор это дело все защелкивается, то есть даже вам вворачивать ничего не придется. При этом я попробовал потряс, там что-то поделал, ничего нет такого серьезного. Угол наклона монитора, да, небольшой, соответственно, мега там что-то развернуть вы не сможете. Собственно, это, наверное, один из минусов вот такой народной модели, как раз недорогой. Но параллельно с этим еще присутствует малое количество портов. Здесь нет дисплей порта, здесь два HDMI и VGA. То есть никаких десабов и всего остального вы не увидите в другом формате, только классический VGA и два HDMI. Но, что касается модельки с префиксом H, то HDMI здесь версии 1.4, что, на мой взгляд, вообще решает все проблемы. Да и в современном мире использовать, наверное, что-то кроме HDMI не так весело и интересно, как может показаться. Да и зачем, если фактически все, что угодно, можно подключить по обычному HDMI. Плюс данный HDMI не поддерживает MHL-технологии. Во всяком случае, я не нашел упоминания, чтобы такое было. И, следовательно, с мобильными гаджетами заработает так, 50 на 50. Поэтому не буду говорить, что есть, буду говорить, что нет. Вот не нашел, отвечаю за то, что видел. Очень прикольно выполнена менюшка. Вот на самом деле прикольно. То есть, за что мне нравится в последнее время BenQ, они у них очень логичные, очень понятные и абсолютно интуитивные. То есть, я могу здесь все, что угодно настроить, фактически без каких бы то ни было нареканий. Да, я случайно выключил монитор. Сейчас я его включу назад. Кстати, давайте посмотрим, как запускается, насколько быстро запускается. И вот это как раз сглаживает все моменты. У него нет нагрева, у него нет потери цвета при включении и никаких других моментов, которые, ну вот, прям бобесили-бесили-бесили. Очень приятная картинка. Очень. За эти деньги вообще нереально. Вы скажете, я зажрался, 15 тысяч рублей не то, чтобы мало, а я вам скажу, что при нынешних ценах и 50 тысяч за монитор не то, чтобы много. А когда я вижу за относительно вменяемые деньги действительно хорошую штуку, я, кстати, реально задумался приобрести себе такой, потому что монитор мне было бы прикольно для определенного типа обзоров, но чего-то такого вот дорогого не хочу. А вот эта штука мне действительно нравится. Плюс стандартное соотношение на 16 на 9, соответственно, все будет поддерживаться от фильмов до видеоигр. 28 дюймов относительно нормальный размер, ну то есть как бы как всегда можно больше, но при этом это больше минимального диапазона для меня в 24 дюйма. То есть уже на шаг дальше, на шаг выше, на шаг интереснее. Со стороны, опять-таки, какого-то минимального негатива могу сказать, что здесь не мега какое-то крутое энергопотребление в плане минимальности. Таково, вот сейчас специально посмотрю по характеристикам, при работе у нас 27 ватт, немного, но могло бы быть меньше, и 0,5 ватта при режиме ожидания. Что касается блок питания, то он встроенный в монитор, что идет ему в плюс. Плюс еще один есть такой, что у нас 204 миллиметра, соответственно, в толщину, то есть это, ну, грубо говоря, 2 сантиметра, и он действительно очень-очень маленький, никаких нареканий нет. Я еще, наверное, покажу заднюю крышку, просто в силу того, что она такая рифленая, прикольная и достаточно премиальная, и как-то вот у меня не укладывается это в голове. То есть вообще вся тема обзора, наверное, в том, что этот монитор попадает в, вот, в моем видении, совершенно в другой диапазон ценовой, и он должен стоить, ну, порядка там 35-40 тысяч рублей. Ну, по всякому случае, теоретически был бы должен. А на практике мы получаем действительно достаточно любопытное решение. Что касается времени отклика, по-любому, вы спросите меня об этом в комментариях, поэтому говорю заранее. 5 миллисекунд, и, естественно, есть у нас режим на 20 миллисекунд, ну, куда же от него. То есть, когда у нас 5 миллисекунд, это G2G, ну, а обычный 20 миллисекунд. Что касается еще яркости, то здесь у нас 300 кг на метр квадратный, что тоже неплохо. Подсветка WLED, соответственно, тоже вполне себе. Что касается каких-то тормозов картинки, игрушка идет при честных 60 кадрах в секунду, и, как вы видите, никаких нареканий во время геймплейных сцен нету. Ну, конечно, здесь не самая динамичная скорость передвижения, но все-таки. Чтобы можно было еще и самого любопытного отметить, технология Flicker Free и Low Blue Light. Соответственно, синий у нас не такой синий, ну, а Flicker Free, соответственно, я думаю, тут все понятно, что это за технология, ну, как бы, даже переводить не нужно. Что касается цветовой передачи, то у нас здесь 16,7 миллиона цветов. На мой взгляд, не самый плохой показатель для подобного типа монитора. В общем, как-то странно получилось у BenQ. По идее, этот монитор должен, прямо, ну, вот, обязан попадать в какой-то другой ценовой сегмент. Он должен стоить дороже, однозначно дороже. Но при этом это абсолютно народно доступная марка. При этом я сейчас не делаю какую-то рекламу и не хвалю просто так. Вы знаете, что просто так я хвалить не буду. Если я говорю, что здесь действительно все круто, на самом деле здесь действительно все круто. Что еще отметить могу по вот всей линейке 70-е, которая сейчас стартовала? От 21,5 дюйма до, соответственно, 28 дюймов. Следовательно, можете купить данный монитор дешевле, если для вас, например, 28 дюймов. Это не критерий и, может быть, даже нужно меньше. Ну, мало ли, на стол не помещается. Или же вы любите несколько менее габаритные мониторы. Но какой бы вы ни выбрали, по сути, все будет то же самое. Все технологии будут сохраняться внутри. То есть тот же HDMI, главное, чтобы H был в названии. И вы получите их в полной мере на все 100%. Купил бы я себе такой? Ну, я уже на этот вопрос ответил. Да, купил бы. И, знаете, я что-то задумался. Наверное, я даже себе такой возьму. Пусть стоит, во всяком случае, штука полезная и местами даже необходимая. Ну, и на таком будет достаточно прикольно монтировать все видео по цветопередаче. Здесь действительно очень-очень круто. 16,7 миллиона цветов. Это не запредельное количество, потому что мы знаем, что у FUKE решений есть и больший диапазон цветовой. Но при этом для Full HD матрицы, относительно средней руки, да, это прямо-таки шикарно. Шлейфов нет, ничего нет и нету здесь динамиков. Вот чего нет, того нет, да. К сожалению, спикеры придется подключить отдельно, но их можно подключить прямо к монитору, соответственно, получив звук с HDMI вашего компьютера. Или же, например, вот как здесь PlayStation 4. То есть он выступит в качестве хаба. Потому что звук здесь настраивается, и если мы нажмем вот сюда, и нажмем вот сюда, то здесь мы найдем замечательную вкладку, которая называется аудио. Это не то чтобы минус, но над чем-то нужно было сэкономить, и вот такие вроде бы мелочи как раз и складывают достаточно низкий ценовой сегмент, попадающий действительно в народное соотношение. Можно ли на таком мониторе играть? Ну, вы убедились, да, действительно можно. Ну, правда, понятно, это не идеальное игровое решение, это не идеальный игровой монитор, но все-таки можно. То есть каких-то там диких моментов крутых ожидать не стоит, но и отвратительных тоже не будет. Правильно с этим фильмы смотреть можно? Однозначно, очень хорошая контрастность, очень хороший цвет передачи, действительно отличные углы обзора. Размеры? Ну, 28 дюймов, уже все сказано этим. Цена? Да более чем привлекательная. В общем, вот такой вот мониторчик, очень мне понравился, действительно понравился. По-хорошему, альтернатив ему особо-то и нет. И я бы так посоветовал вам обратить самое пристальное внимание, если, например, вы сейчас хотите приобрести себе монитор. За последнее время это, наверное, самая большая радость вот в этом сегменте гаджетов, которая ко мне попадала в руки. Действительно, очень сильно порадовала. Спасибо компании BenQ за предоставленный монитор для обзора. Ну, а вам спасибо, что смотрели до конца. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, там внизу есть соответствующая кнопочка. Дальше такая кнопочка тоже будет. И вот здесь вот вверху она тоже присутствует, точнее вот здесь, наверное, да? Ну, в общем, ищите где-то там сверху, есть кнопочка соответствующая, чтобы подписаться. И шарите данное видео у себя в социальных сетях. Чем больше активности я вижу, комментариев, лайков и шарингов, тем больше у меня желания делать новые интересные видео и искать самые доступные, интересные гаджеты, которые вы точно захотите купить. Ведь для меня самый, наверное, важный момент поделиться с вами информацией, на что стоит обратить внимание в первую очередь и, естественно, максимально правильно вложить свои деньги. Ну, и при этом уложиться в не самый большой бюджет. Все-таки это, наверное, одно из самых важных таких элементарных действий, которые я могу вам помочь сделать просто в силу того, что, а для чего еще нужно смотреть видео. Должна же быть практическая часть, правильно? Всем пока-пока. И в качестве бэкстейджа я вам показываю как раз заднюю крышечку. Ну, блин, она выполнена под кожу и очень приятная на ощупь. Со стороны каких-то моментов действительно интересных, то, что здесь защелкивается, как я сказал, причем есть кнопочка, которую вы прожимаете, потом вынимаете, то есть у вас это дело все отщелкивается. И еще важный момент, то, что здесь есть соответствующее крепление, классическое, под держалку на стене. Круто, круто. Логотип BenQ на месте, выдув находится сверху, все порты находятся здесь, порт питания находится здесь. Все гениально и просто, по-хорошему просто. Ну и вот эта вот клянцевая вставочка тоже здесь на месте. Еще одна вот здесь вот внизу. Ну, в общем, по-моему, блин, проще не придумаешь и удобнее не придумаешь. Блин, я реально в восторге от этой штуки. Так редко бывает. А теперь точно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok